В Беларуси до конца года планируют отремонтировать свыше тысячи километров республиканской сети дорог. По местной почти в полтора раза больше. В последнем случае работа ведется по поручению главы государства. За пятилетку необходимо обновить не менее 7 тысяч километров полотна. На эти цели выделен миллиард 200 миллионов рублей. Перечень участков, которые будут реконструированы, уже сформирован. В республике снизилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями и COVID-19. С начала года число зарегистрированных смертей от коронавируса уменьшилось на 95%. Наша страна справилась с пандемией. Более 6,5 миллионов прошли полный курс вакцинации. Среди них более 250 тысяч детей. Белорусские аграрии завершили сев ранних яровых. Несмотря на капризы погоды и паводки в некоторых районах страны, регионы уложились в установленные сроки. Окончательная дата высадки культур, включая овощи, гречи, хупроса и картофель – 20 мая. У сельхозпредприятий для этого есть все необходимое. Квалифицированные кадры, отремонтированная и новая техника, семена и удобрения. В области участились случаи гибели людей на воде. За несколько дней утонули 4 человека. Трагедии произошли в Могилеве, Бобруйске и Глузском районе. Освод призывает соблюдать меры безопасности при нахождении у рек, особенно сейчас, когда резко упал уровень воды и берега скользкие, что может привести к травмам и непоправимым последствиям. Бобручанка Вера Хвощинская стала чемпионкой Европы по шашкам 64 в быстрой игре. В серебро взяла еще одна белоруска Дарья Никифорова из Минска. Соревнования проходят в турецкой Алании. В них принимают участие около 60 сильнейших игроков из 14 европейских стран. Среди них 22 международных кроссмейстера. Завершится континентальный турнир 7 мая.